Всем привет! Друзья, сегодня мы приготовим вот такую густую тягучую карамель. Итак, для карамели нам понадобится 50 грамм сливочного масла, 300 грамм сахара, 150 грамм жирных сливок, у меня жирность 33%, и 100 грамм воды. Отставляем пока что сливки в сторону и в сотейнике с толстым дном соединяем воду и сахар. Отправляем сотейник на средний огонь, я бы даже сказала на ниже среднего. Повторюсь еще раз, что огонь ниже среднего. Сахар я не перемешиваю, вот в таком состоянии он у меня закипит и будет вариться. Сливки я тоже поставила, но еще огонь не поджигала. Когда сахарный сироп будет уже слегка янтарного цвета, тогда я уже подожгу огонь под сливками, и уже надо будет сливки прогреть до очень горячего состояния, потому что вводить сливки в сахар надо именно горячими. Еще один очень важный момент, который я заметила, когда вот уже неоднократно готовила карамель. Не стоит увеличивать огонь, многие советуют варить сахар именно на сильном огне, но я, например, после того, как несколько раз просто-напросто сожгла сахар, решила, что я лучше подожду немножко и буду уверена, что все у меня получится, и не надо будет ничего переделывать. Так как в любом случае сахар дойдет нужной температуры и нужного цвета, и нужной консистенции, просто это займет чуть-чуть больше времени. Но из личного опыта я советую, что лучше немножко дольше подождать, нежели потом переделать все заново. Итак, я смотрю, что сахар начинает хорошо кипеть. Если хотите, то можно вот так потрясти ковшиком, и все. Ну, я ничего не перемешиваю. У меня вот в таком состоянии сахар варится. По поводу сливок, то тоже я экспериментировала, пробовала и делала, использовала сливки с разной жирностью, и поняла, что если вы хотите, чтобы карамель была гуще, то сливки должны быть высокой жирности. Если вы хотите жидкую карамель, то можно сливки использовать 10-15-20% жирности, и карамель получится, она будет наподобие топпинга, такая жиденькая. И, кстати, густота карамели тоже зависит от количества сливок. Если гуще, то количество меньше. Но у меня здесь 150 грамм, это как бы минимум. Я хочу, чтобы у меня была густая карамель, это мне для начинки в торт, и у меня минимум. Можно, ну, 150-200 грамм, это как раз то, что надо. Я считаю, больше не надо. На канале у меня есть несколько рецептов карамели, и на жирных сливках, и на нежирных, и на сметане. Все ссылочки будут в описании. Также вы найдете там список и количество ингредиентов, и все остальное. Так, сахар начинает активно кипеть. Ну, вроде бы, все рассказала. Можно немножко ускорить этот процесс. Итак, сахарный сироп у меня начинает приобретать такой легкий карамельный оттенок. И на этом этапе я ставлю греться сливки. По времени на средне-слабом огне уваривание сахара до нужного цвета, до нужной консистенции у меня занимает примерно 7-10 минут. Ну вот, все. Я снимаю и карамель, и сливки. Сливки у меня горячие, но не закипели. Вот сняла с огня, и сразу же начинаю вводить сливки горячие. И делаю это очень маленькими порциями, потому что карамель начнет сильно бурлить. И будьте очень осторожны, потому что можно получить ожог. Перемешиваем, пока карамель не перестанет кипеть. Добавляем сюда масло. Хорошо все перемешиваю. И смотрите, если хотите, можно добавить щепотку соли. Тогда у вас получится соленая карамель. Если не хотите, то можно не добавлять. Я, например, люблю, когда вот соль немножко чувствуется. И вот добавлю буквально щепоточку. И продолжаю все хорошо перемешивать. Такую карамель в холодильнике можно хранить до двух недель. Но я, например, никогда так долго не хранила. Я готовлю карамель непосредственно перед работой. Вот мне надо собирать там торт или украшать какие-то десерты. Я себе сделала карамель и всю полностью использовала. И если вам не надо так много, то смело можете уменьшать порцию вдвое. Теперь надо дать немножко остыть. И можно переливать в стеклянную баночку. У меня вот обыкновенная пол-литровая баночка. Остывает сначала при комнатной температуре. Потом час-два можно подержать в холодильнике. И в итоге у вас получится ну прям очень густая карамель. И вам придется, чтобы удобнее было с ней работать, даже разогревать ее в микроволновке. Потому что она ну прям очень густая будет. Но я считаю, что вся фишка и заключается в том, чтобы карамель была очень густой. Надеюсь, друзья, вам видео понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии. Всем спасибо за просмотр. И до скорой встречи.